Добрый день, компания OEMZAP У нас очередной Hyundai Grandstar X Приехал с проблемой, какого плана Наш клиент уже сам посмотрел То есть увидел, что у него подтекает интеркулер В автомобиле он тут внизу в бампере стоит Под бампером Проверил турбину И обнаружил на ней люфт После этого он приезжал к нам Мерил давление масла Это обязательная процедура перед заменой турбины И после замера давления масла Я принял решение наконец-то поменять турбину Интеркулер и будем менять масло И сейчас мы займемся данной процедурой Мы уже сняли патрубок воздушного фильтра В общем, в принципе, сейчас я в двух словах расскажу Что нужно делать для замены турбина То есть мы сняли Снимаем патрубок воздушного фильтра Заборник Сам корпус воздушного фильтра Не забываем отсоединить датчик ДМРВ После этого мы снимаем все теплоэкраны на турбине На выпускном коллекторе Открутим выпускной коллектор от головки Отсоединяем патрубки интеркулера И после этого поднимем автомобиль Открутим приемную трубу После этого только достанем уже турбину В принципе, процедура не сложная Болтов, конечно, много Но хороший механик с этим справится Продолжение следует... Итак, сверху мы пока все работы завершили Что мы сделали? Мы открутили выпускной коллектор Я оставил один болт Для чего? Для того, чтобы вся эта конструкция оставалась жесткой Для того, чтобы открутить приемную трубу Вот Здесь вот не нужно... При замене турбины нельзя забывать Что на Евро-4 Гранстарексе есть охлаждение То есть турбин охлаждается антифризом Охлаждающей жидкостью Вот здесь два патрубка Один вот сверху Входит в трубку на термостат Второй снизу входит в теплообменник И плюс еще патрубок Обратки масла Тут же еще прикручен инструктор Вот такой вот штуцерочек Это подача масла Высокое давление Вот В общем, все это сняли, открутили Отодвинули в сторону Осталось, что? Открутить приемную трубу И не забываем откручивать Вот здесь вот снизу Стоит болт Который прикручивает Турбину к кронштейну К кронштейн, который Держатель турбины В общем, будем поднимать Так, нам Осталось окрутить Приемную трубу Вот она Вот там вот на ней две гаечки Они, конечно, выглядят страшно Но зачастую всегда откручиваются И чуть дальше Если вы увидите Там за масляным фильтром Есть кронштейн турбины Который прикручен на болт восьмерочку Вот Его тоже нужно открутить обязательно Ну и естественно При замене турбины Все прекрасно знают Что нужно менять масло Мы сразу тоже сорьем масло И открутим масляный фильтр Так, в принципе Все болты практически открутились Снизу мы все наши дела поделали Пробку масляную мы пока специально не закрывали Чтобы побольше грязного масла вытекло из двигателя Вот Нам осталось что сделать Открутить вот тут Один-единственный оставшийся болтик Все гаечки мы уже в креплении коллектора открутили И можно будет вынимать Турбо-компрессор Итак, вот наша турбина в сборе С коллектором С приемной трубой С датчиками Вот Сейчас нам что нужно Нам нужно ее полностью разобрать То есть Открутить выпускной коллектор Открутить флянец Приемной трубы Трубки Вот эти два штуцера Откручиваются на охлаждение Обратка масла И в принципе все Вот После этого мы устанавливаем новый компрессор И собираем все в обратном порядке Ну что При разборке Мы как бы выяснили Ну и как бы со слов клиента Тоже стало понятно Что Турбину уже пытались ремонтировать Ну судя по всему Меняли картридж Это же среднюю часть То есть Горячая часть Холодная часть И стали старыми Средняя часть была заменена Но сборка была неправильная Потому что Во-первых Не были установлены Медные шайбы То есть Вот Суцера Как вы видите Да Вот он входит в трубку Охлаждение Турбины И С двух сторон Должна стоять медная шайба Здесь они стояли Только с одной стороны И зачем-то На них нанесли герметик Хотя шайба Она сама является уплотнением Вот С другой стороны Шайбы просто Ну видимо Их потеряли Вот Такая же история Была на Заливном Ну на Штуцере подачи масла То есть Как бы удивительно Что это все еще Не текло Не подтекало А работало Мы соберем как надо То есть Сделаем как было Завода сделано Раскидали мы турбинку В принципе Все там понятно С ней ясно Вот наша новая турбина Это не оригинальная турбина Производитель GMP Korea В принципе У нас Клиент ее привез сам Но у нас тоже такие есть Может даже у нас и куплено Вот Что мы сейчас делаем Сейчас мы в принципе Все соберем в обратном порядке Поставим все Как должно быть Стоять в заводе А не как стояло До этого Будем устанавливать ее На автомобиль Так как вы видите Мы Снимаем Планки С охлаждения турбины Со штатсеров Охлаждения турбины Зачем мы это делаем Вы конечно спросите Но Есть у них такая проблемка Она В принципе С первого взгляда Может быть незаметна В принципе Они даже не текли Но Как вы видите Они порваны Они порваны Здесь надрывы И дабы Не потерять Какое-то количество Антифриза Которые кстати Здесь под высоким давлением Проходят через турбину На всякий случай Мы приняли решение Их заменить Тем более Наличие у нас Они есть Вот они Оригинальные Это верхний Это нижний Я его уже поставил С новыми Она точно Ничего не потечет Ну что Турбину мы собрали Укомплектовали Трубки поставили Обратку поставили Все Вещи Которые нужно было Прикрутить Прикрутили Будем устанавливать Редактор субтитров Девушки отдыхают Новым Что, турбину мы прикрутили, термоэкранчики все поставили. Главное, что у нас в этой ситуации, не забывать все штуцера закрутить. То есть, вот видите, мы поставили шайбочку, где ее не хватало. Трубочки, шланчики наши новые поставили, хомутики на них поставили, зажали, все на место установили. Сейчас нам что нужно? Нам нужно поменять два вот этих вот патрубка, видите, они в каком вплаченном состоянии. Верхний еще, конечно, куда не шло, но тоже так себе. А нижний уже, видите, он раскидывает масло, вот, по сверху алюминиевого, вот он выбрасывает масло. Вот, и поменять интеркулер. В общем, остальные все работы осталось производить с ними. Ну что, в принципе, турбина у нас уже прикручена. Пробочку масляную мы закрутили, шайбочку там поменяли. Я рекомендую это делать в банке регулярно, иначе пробки придется менять полностью. Фильтр прикрутили на место новый. Что нам осталось? Нам осталось заменить интеркулер. Вопреки всем мнениям, как мы замечаем после того, как машины побывали в других сервисах, и при замене, ну, то есть это как бы видно, что после замены интеркулера происходит снятие бампера, с разбором непонятных, ненужных деталей. Это все делается элементарно. Откручивается этот пыльник. Несколько болтов, 8 штук их, насколько я помню. Снимаются хомуты. Один вот здесь отснимается с патрубка, и один вот там вот. Вот. И с помощью угловерта мы выкручиваем интеркулер и достаем его сюда вниз. То есть, что ему не препятствует выйти сюда вниз. А мы сейчас и будем делать. И так, мы все открутили, отсоединили. Но самое важное при демонтаже кулера, не забывайте, что вот здесь вот стоит датчик давления буста. То есть, буст-сенсор. Его тоже нужно обязательно отсоединять, иначе вы можете оторвать вот здесь вот провод. Вот видите, кузову ПЦЦ, ну, проходит провод, и он прикреплен к кузову. То есть, разъем нужно обязательно отсоединить. Так, вот он наш интеркулер. Видите, какой он красивый. Ну, проблемы и места у них, как обычно, на стыках вот здесь вот. Заварить его, то есть, как многие пробуют, спрашивают, пытаются сами. Это все, ну, не получается у людей завариться нормально. Почему? Потому что он, он именно расходится по всему стыку. И, то есть, его нужно не варить, а полностью переделывать. То есть, разбирать и развальцовывать, завальцовывать. Ну, в общем, гиблое дело, будем говорить, откровенно, оно туда не стоит. Проще его подставить новый. Вот. Ну, я еще хотел уделить момент правильной установке патрубков интеркулера. Патрубки со слов клиента менялись недавно, но, как вы видите, они все уже потекли. И почему? Потому что они неправильно установлены. Хомуты ставятся, то есть, внутренний хомут, нижний, он ставится направлением на вот эту вот стрелку. Вот здесь он стоит правильно. И видите, это место сухое. Здесь стоит он неправильно, и это все место в масле. Пулер мы подготовили к установке. Патрубки все на место поставили. А нам осталось его внедрить на место. Вот то, что я говорил. Вот стрелочки. Вот в патрубках есть такие ямочки специальные. Это направляющие, то есть, как правильно установить патрубок. Важное замечание, что если вы ставите старый хомут, старый патрубок на старый хомут, обязательно нужно хомут поставить в свое место, иначе из-под этого патрубка будет сочиться масло. То же самое, то, что я говорил про метки хомутов. Вот видите, здесь вот есть белое пятно. Это место установки хомута. То есть, хомут должен стоять вот так. И, соответственно, такое же пятно есть здесь. То есть, вот наш новый патрубок, здесь под ним белое пятно. То есть, хомут ставится в это место. Другое место ставить его нельзя, иначе он, опять же, будет течь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы, в принципе, все собрали, масло залили, все датчики подключили. Самый важный еще момент, после замены трубины не забывайте сделать холодный пуск. Что это значит и как это делается. Нужно отсоединить разъемы на форсунках. И отсоединить вакуумный шланг от управления, от актуатора турбины. Для чего это? Это для того, чтобы закачало масло, прокачало масло по системе. То есть, крутим стартером несколько раз, пока не начнет гаснуть лампочка давления масла. И тем самым смазывая турбину и все остальные части, которые нужно смазать. Погасла лампочка? Да. Еще пару раз сделайте так. Все, масло мы прокачали. Теперь можно все подсоединять и заводить автомобиль, предварительно проверив уровень понадобности долить перед запуском. Как показывает наш щуп, нам еще где-то с пол-литра масла надо добавить. И что, в принципе, запуск прошел успешно. Осталось настроить турбину, так как она не оригинальная, она требует настройки. И, в принципе, проверить, нигде ли ничего не течет, что течет. То есть, если вдруг что-то где-как, нужно устранить. Так, для настройки турбины на Гранд Старексе, в принципе, на многих автомобилях, необходим диагностический прибор. Для чего он нужен? Для того, чтобы смотреть показания наддува турбины, смотреть показания давления топлива и других факторов. Иначе любая другая настройка, она будет, скажем так, неточная. Турбина будет либо не додувать, либо передувать, либо плохо сбрасывать давление. В данный момент мы видим, что турбина чуть-чуть передувает. То есть, нужно чуть-чуть убрать наддув. В целом, в принципе, показания в норме и по расходу воздуха, и по всем остальным параметрам. Мы пока не будем торопиться, потому что у нас еще автомобиль холодный. Настраивать нужно обязательно на прогретом автомобиле, иначе после прогрева показания могут измениться. Судя по давлению топлива, в рабочий режим он уже вышел, наш двигатель. В принципе, можно уже регулировать турбину. В данный момент, видите, повысился наддув. Он должен быть тысячу и один паскалей. Паскалей в час. Сейчас мы будем его снижать. Для того, чтобы его снизить, в нуждающий актуатор от турбины есть специальный регулировочный винт. Сначала отпускаем контрагайку. И после этого мы сможем его сейчас закрутить. Закручивая винт, у нас снижается давление. Показываю прибор. Кроме давления наддува, у нас еще, как вы видите, упал расход воздуха. С 66 до 62 кг в час. Это правильные показания. То есть, в таком режиме должен работать двигатель. Все, теперь мы контрагайку закручиваем. И будем проверять клапан управления турбины на сброс давления. Вот он, он находится, клапан управления. То есть, можно вот, да, погазовать. Сейчас клиент сам погазует. Мы посмотрим, как работает сброс давления клапана от турбины. Как вы видите, флажок свободно поднимается. То есть, во время сброса газа флажок уходит вверх. То есть, ну вот, как будто вот, сейчас я вот имитирую эту ситуацию. Видите, да, он вверх уходит. В данный момент, вот когда он вверху флажок, идет сброс давления. То есть, выхлопные газы проходят мимо улицы турбины. То есть, турбина дует, ну, работает, грубо говоря, по инерции. А весь, вот, все выхлопные газы, они выходят в трубу. Для чего это нужно? Для того, чтобы не было повышенного давления в интеркулере. То есть, вот почему их в основном разрывают. Почему, допустим, приходится менять патрубки интеркулера. Потому что сброса давления просто-напросто нет. В данный момент она работает отлично. То есть, в принципе, ремонт окончен. Можно отправлять клиента на оплату. А мы с вами прощаемся. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если что-то понравилось, естественно, лайкайте. Если что-то не понравилось, пишите, что конкретно. Будем обсуждать, будем думать, что с этим делать. Все.